Привет! Сегодня я расскажу вам о методике китайского массажа гуаша. От обычного классического массажа он отличается глубиной воздействия. Процедура проводится специальными скребками различных форм. Я выбрала такой скребок, он наиболее удобен для самомассажа гуаша. После такого массажа кожа естественным образом восстанавливается, происходит лимфодренаж и очищение от шлаков. Улучшаются обменные процессы и расслабляются мышцы. Благодаря этому массажу кожа разглаживается, устраняется пигментация и следы от окна. При выполнении массажа гладкой поверхностью скребка кожа не сдвигается и не растягивается. Скребок имеет плавные края для того, чтобы не травмировать кожу. Последовательность выполнения массажа снизу вверх. Сначала обрабатываем правую сторону, затем переходим на левую. Время выполнения этого массажа от 15 до 40 минут. В зависимости от того, насколько глубоко вы хотите проработать лицо и расслабить мышцы. Наш скребок имеет несколько сторон. Вогнутая форма для проработки шеи, щек и лба. Выемкой скребка мы прорабатываем нос, подбородок и линию нижней челюсти. Выступом скребка мы прорабатываем акупунктурные точки под нижней губой, над верхней губой. Прорабатываем крылья носа и боковые стороны носа. Выпуклой широкой частью скребка мы прорабатываем линию нижнего века от наружного до внутреннего угла глаза. Итак, приступим. Для начала тщательно очистим кожу лица. Затем нанесем масло. Приступаем к массажу. Движения должны быть снизу вверх. Делаем 7-10 скребковых движений по правой стороне шеи. Затем переходим на подбородок, массируем точку, продавливаем эту точку несколько секунд. Затем выемкой скребка делаем движение сверху вниз по подбородку. Переходим к линии нижней челюсти. Затем продавливаем точку над верхней губой. Несколько секунд. Ведем по верхней губе. Затем переходим на область щек. Глубокими продавливающими движениями двигаемся от середины к периферию. По массажным линиям. Переходим на область носа. Массируем крылья носа. Массируем боковую часть носа. И проходим движение вверх-вниз по спинке носа. Затем выпуклой широкой частью скребка массируем область вокруг глаз. От внешнего к внутреннему углу глаза. Проходим область надбробной лиги. И переходим на зону лба. Прорабатываем центральную часть лба и боковые стороны. После того, как мы обработали правую сторону лица, мы завершаем лимфодренажем наш прием. От мочки уха по боковой поверхности шеи двигаемся к ключице. Для того, чтобы обеспечить хороший лимфоток. Переходим на левую сторону. И в завершении этого массажа мы делаем легкий массаж головы. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. В комментариях пишите, что нового вы хотели бы увидеть на нашем канале.